Новости СНГ и мира по карьере в маркетинге на август 22-го. VFA, Международная ассоциация маркетологов, опубликовала исследование, каких кадров с какими компетенциями не хватает в отделах маркетинга, компаний и агентств. Самый большой кадровый голод на специалистов в области анализа данных. Нехватка 84% по миру, в США 89%. Что неудивительно, мировая практика маркетинга оседлала осознанное освоение рекламных бюджетов. Основной вопрос маркетинга сегодня это эффективность и отдача. Прибыль на единицу рекламных затрат и принятие управленческих решений на основе данных. А эти данные нужно собирать, обрабатывать и уметь анализировать. Подтверждаю отчет коллег из VFA. Анализировать некому. В маркетинге много залетных дизайнеров, креативщиков. Кто хочет рисовать рисуночки, придумывать слоганы, снимать видюшечки. В общем все то, что делал стереотипичный нью-йоркский рекламщик из американских фильмов 60-х годов. То есть то, что сегодня нахуй никому не нужно. А циферками и математикой заниматься не хотят. Творческие личности, мать их, идти. А каждая вторая мамочка в декрете сегодня это SMM-специалист, продюсер личного бренда или менеджер страницы в соцсети. И неудивительно, что согласно отчету VFA, предпоследнее место по спросу в отделы маркетинга креативщик. С процентом кадрового дефицита 40%. Что очень мало. Последнее место SMM-специалист. То есть уже понятно после прохождения каких курсов вы не заработаете ничего, кроме геморроя и выгорания. В топе по кадровому дефициту ритейл-маркетолог, специалист электронной коммерции и розничной торговли. 71% кадрового дефицита и по США 84%. Медиа измерения и маркетинговые исследования 70%. Гейминг и по маркетингу около 70%. Хотя честно говоря это очень оптимистичные 70%. Сколько знают и стартапов, связанных с играми и приложухами, годами не могут найти специалистов. Программатики ТЭЧ 69%. Специалисты по автоматизации и объединению рекламных инструментов и продуктов в общую систему для оптимизации и глубокой персонализации рекламного сообщения на основании поведения потребителя рекламы на предыдущих шагах. Если из последнего вы нихуя не поняли, значит оно вам и не надо, начните с курсов SMM. Добавлю от себя, что я успел прочувствовать на своей шкуре за последние 6 лет. Работодатели с каждым годом хотят от маркетологов все больше и больше. Шире профиль, больше универсальности, больше потенциалов, возможности взять на себя рабочих обязанностей целого отдела маркетинга. Сравним. Маркетолог 10 лет назад должен был отличать RGB профиль от SMIC. Умеет набросать макет листовок в Corel и отдать типографии. 5 лет назад к этому прибавились. Настройка Яндекс.Дирек, Гугл Адвордс. SMM, Таргет, Инстаграм, Фейсбук, ВК. Лендинг и ЛП, Тильда. Сегодня от маркетолога обязательно ждут. Видеомаркетинг, монтаж, Кэпкат, Премьер, ПРО. Начального уровня, фронтенд, HTML, CSS, CMS, Ки, Вордпресс, Джумла. Фигма, Photoshop иллюстратор сейчас даже не обсуждается само собой разумеющееся. Аналитика данных и чтения отчетов бухучета, управленческого учета. Работа с маркетплейсами e-commerce. Организация системы лояльности, персональные рассылки в мессенджеры, чат-боты, имейл. Эвент маркетинг и организация выставок. Хочешь устроиться маркетологом? Все это ты должен знать. Кстати, в подтверждении моих слов, ВФА опубликовала ответы руководителей о причинах кадрового дефицита. И почему они не могут найти спецов в маркетинге. 76% ответили, что кадры плохо обучены, нет актуальных знаний ни со стороны учебных платформ, ни со стороны компаний. То есть нет производственных обучений. 58% считают, что кадры чрезмерно узкоспециализированы. Условные таргетологи и директологи в ширости не хотят. К чему это я? Хочешь в маркетинг в надежде, что будешь курить бамбук? Проводить расслабленный митинг в Starbucks? Always cup of juice, the cottage to beat in the pot of luck on the brainstorm. То земля тебе пуховиком. Будешь и чтец, и женец, и надуди, и грец. Однако ложка меда. Согласно исследованию Superjob, строить карьеры в маркетинге, рекламе и пиар стали быстрее. Карьерный путь к большинству миддл и топ должностей стал короче. Директорами по маркетингу сегодня становится в среднем за 5-6 лет. С начала карьеры. Хотя еще в 2015 году данный путь составлял 9 лет. А это зарплата от 3,5 тысячи долларов по РФ. Руководителями отдела маркетинга, рекламы и пиар сегодня в среднем становится за 4 года. Ранее за 6-7 лет. Зарплата по регионам РФ от 1,5 тысяч долларов. В 22 года закончил универ, работаешь по специальности. В 26 лет уже руководитель отдела маркетинга. И это правда. Я эти должности получал в этом же возрасте. Карьеры в маркетинге и IT сейчас у ребят стремительные. Если у вас есть вопросы по карьере в маркетинге, пишите в комментариях, разберем, поговорим.